всем привет сегодня будем рассматривать то меню как сделать настройки графики если видели в предыдущем видео я сделал вот такую менюшечку где как раз таки у меня настроено вот это основное основание в котором как раз таки и будет показываться все типы виды настроек графики для этого я уже быстренько здесь накидал если вам необходимо что-то вот я сейчас быстренько потыкаю по всем параметрам и вы принципе по стопам сможете увидеть все настройки то есть это у нас основное окно которую растянута scroll box растянутый с определенными размерами да здесь в принципе ничего я не менял дальше в нем горизонтал бокс и в нем уже настроены каждые элементы точнее сначала вертикал бокс чтобы он настраивался вниз и каждый горизонтал бокс у нас является строчкой в котором идет надпись во втором canvas панели у нас идет текст и клавиши и все в принципе и следующая строчка также происходит в данном случае здесь в канвасе где кнопка у нас стоит тоже горизонтал бокс чтобы кнопку поставить сейчас ее не видно сам текст в кнопку текст которая в середине которая оповещает что это и принципе вот такие вот значения да сейчас будем все настраивать дальше все повторно идет и кнопочка применить она является для всех одной для всех для видео сау аудио гейм настроек control управление точнее да так давайте настройка начнем создавать ну во первых давайте применим такую штуку как на на клавише применить мы назначим необходимые действия которые мы как раз таки будем записывать сохранять во первых нам нужно вызвать game получается game user get game user settings здесь у нас будет как раз таки хранится настройки во первых я записал примерный строго так скажем список который мне необходимо сначала вызывать это разрешение установки так далее да то есть вы дальше увидите то есть я буду их вызывать по очереди чтобы вы потом не запутались разрешение у нас это сет скрин резолюшн здесь мы будем получается записывать при клавиши применить оставляем определенные размеры далее у нас будет выходить здесь у нас будет эксекьют на отдельно конечно console execute console command как вы знаете из отсюда мы не сможем вытащить потому что это уже через командную строку будет применение данные параметры не вытаскивается из юзер настройки так скажем давайте вытащим поближе чтобы мы могли уже вытаскивать остальные далее мы вытаскиваем сет полскрин мод это у нас разрешение экрана далее мы вытаскиваем сет текстур quality разрешение текстур буду добавлять точки чтобы было проще вытаскивать далее у нас сет шадов quality это у нас тени сет полич quality это качество так скажем травы и деревьев нашей растительности так далее у нас идет сет анти альясинг quality это качество так скажем проще говоря размытия или сглаживания далее мы вытаскиваем сет постпроцессинг quality это у нас качество постпроцессов применяемые и вот еще парочку у нас сет визуал эффект куалити а ну да кстати я кое-что забыл я добавил здесь еще установки качества он и к нам дали с прорисовки после полноэкранного режима сейчас секунду вот здесь надо вытащить сет view distance quality мы вот это все сдвинем чуть-чуть и сюда поставим так далее мы это у нас вертикальная синхронизация и далее у нас set frame rate limit это у нас лимит кадров очень полезная вещь необходимо обязательно ставить ну и дальше мы получается будем применять нам наши как раз таки параметры и твой сеттинг по сути мы как бы и сохраняем и применяем одновременно вот такая вот длинная цепочка теперь к с каждым мы вытаскиваем промоуты в рейбл чтобы все это можно было записывать здесь я скорее всего прокручу быстро потому что все это очень долго занимает мы настроили все переменные кроме вот этой здесь мы делаем append получается в первой пишем r.screen и обязательно ставим возле е пробел и здесь мы как раз таки будем подавать наш необходимое значение назовем его получается ну пусть будет quality теперь далее мы переходим получается к нашим клавишам если вы принципе видите да у меня каждый клавиша вот допустим это да оба названа сокращенно с каждым получается минусы shadow допустим quality минус и у справа стрелочки справа уже соответственно плюс сейчас переходим граф и здесь у нас как раз таки вот они и стоят сначала вызываем наши самого начала screen resolution это вот resolution плюс-минус он кликать и так мы прощелкиваем почти все конечно чтобы они у нас как раз таки выстрелились в размер это я тоже быстренько пролистаю и либо просто пропущу и как видите у нас получилась длинная строчка как раз таки который мы делали и вот каждой клавиши я уже протыкил про обозвал как называется так скажем и теперь давайте заполнять разрешение так как у нас это resolution здесь она не соответствует значениям до плюс-минус мы его не можем делать для этого нам необходимо в общем создать переменную еще дополнительно так прокрутим наверх нажмем грейбл давайте это будет resolution integer пусть будет тип integer мы ее сюда поставим как get и соответственно будем на плюс мы будем прибавлять на минус мы будем убавлять вычитать далее мы будем применять clamp для того чтобы подать определенное значение так как я буду создавать под несколько разрешений если у вас допустим вы хотите сделать под большое количество разрешений вам надо выбирать столько сколько надо в данном случае я выберу давайте это split stretch pin далее это мы тоже тоже повторяем все действия первое разрешение это у нас будет 1280 на 720 второе пусть это будет 1600 на 900 третье это full hd 1920 на 1080 480 четвертое это у нас почти 2k в более конкретном смысле это 1440p разрешением 1560 на 1440 как раз как у меня так и и дальше у нас 4k идет 3840 на 4k 4k сколько там или 160 то есть раз два три четыре пять соответственно мы с нуля до четырех потому что с нуля считается мы здесь делаем то же самое копируем ставим ну и записываем наш resolution integer с нашей строчки строковым значением это мы соединяем и далее чтобы было проще мы вытаскиваем наш resolution integer снова и вытаскиваем switch on int делаем необходимое количество в данном случае вот и подсоединяем уже данные значения здесь мы соединяем все переходим в принципе к следующему это у нас качество здесь у нас сайт слайдер точнее да давайте посмотрим на слайдер так это у нас где-то здесь строчка ниже вот слайдер то есть мы значение value должны в принципе запоминать для того чтобы передавать их куда-то соответственно мы это должны передать вот сюда да в quality то есть это мы должны то string так как здесь у нас значение string мы должны значение string и подать строчку так где у нас quality как раз таки мы ее создали только значение set то есть мы по сути записали необходимые данные статус полноэкранного режима здесь у нас в принципе ничего сложного и дальше несколько строчек мы также будем повторять все действия это у нас in fullscreen mode так как она здесь и ну стоит то мы мы должны перевести его для того чтобы перевести мы также набираем то int только уже то есть мы байтовое значение в данном случае переводим integer и также делаем плюс int и соответственно int минус int далее мы уже вытаскиваем clamp и теджер делаем дубликат включаем его тоже здесь и так где у нас screen mode set делаем запись но мы отсюда напрямую не сможем подключить соответственно мы должны снова перевести его to byte и уже подключаем так давайте сначала отключим это пока смотрите здесь у нас full screen и windows full screen то есть 1 2 3 значения соответственно мы максимум тоже должны включить двоечку прорисовки у нас соответственно тоже на клавишах и мы делаем как views distance так как у нас здесь integer мы делаем стандартно плюс минус далее мы записываем все это также через клэм дистанция у нас возможно кстати нам надо будет переделать но предварительно вроде бы 4 давайте посмотрим так дистанция дистанция когда мы наносим вот здесь значение видите да тут нам снизу показывает 0 low 1 medium 2 height 3 epic 4 cinematic то есть значение от 0 до 4 и по сути мы вот это все снова копируем везде также ставим где у нас значение интеджеров в данном случае это текстур shadow quality только мы будем ставить допустим за место так это у нас растительности foliage просто наносим сюда и все он заменяет нам необходимая строчка ну в общем продолжим до тех значений которые у нас и по иному виду соединяется вот давайте вот посмотрим чек чек бокс и ну это вот которая вот находится здесь vertical synchronization если мы проверяем если он checked чек из чеки так а он уже автоматически проверяет так а он уже автоматически так как мы поставили чеки то он соответственно уже проверяет давайте если чеки true если чеки мы должны уже подавать наш висинг с галочкой если false без галочки но так как у нас здесь еще есть значение of давайте переименуем его значение он это текст блок 60 у нас так здесь у нас текст блок не покажется потом из-за этого мы ставим его сюда и делаем set текст пропишем при галочке прописываем он копируем если галочки нет соответственно пишем of включен выключен соответственно чтобы он тоже автоматом прописывался как необходимо премьерейт у нас тоже самое как мы в принципе заполняли вот эти вот предыдущие давайте я уже покажу готовый результат там уже посмотрим в общем что получилось это у нас дальность прорисовки да вот эти значения максимум 4 вы можете получить из вот здесь в принципе да то есть вы наводите и вам показывает количество необходимых точек как минимум да то есть вот везде показывает что по сути 4 то есть я все то же самое скопировал только со своими значениями и вот так вот у нас кроме частоты кадров частота кадров нам необходимо сделать немножко по-другому но если более конкретно здесь у нас float но так как у нас частота кадров все равно будет разное да но мы будем прибавлять float плюс float и минус соответственно float минус float мы сделаем так же frame rate set дубликат дубликат ставим и записываем мы уже тоже через клан потому что нам необходимо регулировать выходное значение то есть нам нужно максимальное значение подать и минимальное пусть минимальное будет 30 30 кадров в секунду там и максимальное давайте выставим да то есть при определенном сложении и вычитании нам необходимо максимально ставить соответственно если мы будем прибавлять 20 в данном случае давайте лучше 30 30 плюс 30 60 это уже 1 деление да плюс 30 90 плюс 30 120 плюс 30 150 и плюс 30 180 ну вот максимально допустим поставим 180 то есть это уже на ваш выбор вы можете хоть 240 поставить если ваша игра в принципе тянет такие значения ну теперь мы заполнили каждое значение да и во-первых мы должны уже сделать чтобы наши загрузки так скажем загружались в данном случае это у нас я уже не найду его констракт констракт так на констракт мы будем ну это я видео обошел просто в принципе можете не смотреть здесь мы делаем вообще по сути это надо выводить первое давайте ну ладно я сейчас выведу последним а вы выводите первое и делаем setting мы соответственно берем наше значение настроек делаем load settings далее мы из этого вытаскиваем и вытаскиваем все наши переменные вот пишем get и соответственно где у нас там great screen resolution наше первое значение далее get секунду как она называется в общем давайте я всех вытащу но это вот тоже самое все что необходимо только уже по порядку я их сделаю чтобы вам было удобнее понимать и что же у нас получается при загрузке в общем я вот здесь уже все накидал переменные то есть все это количество мы будем записывать теперь screen resolution мы наверное запишем в самом конце потому что она там будет иметь branch дополнительные ненужные так второе что мы записывали консольные команды мы будем вызывать get console preable float value но я предполагаю что float возможно нет возможно integer то есть здесь несколько видов я просто не помню в какой в каком значении записывается вот эта получается строчка в данном случае я пока вызвал ее но если она не будет работать соответственно надо будет проверить за место float int так и далее мы записываем получается значение необходимое в данном случае set здесь мы float string делаем потому что мы там подаем значение строковой переменной далее fullscreen мод мы записываем на fullscreen мод и так вот каждое значение и так вот теперь запишем resolution но чтобы прямо записать конкретное значение нам необходимо вытащить нашу строчку да и здесь мы должны допустим по x определить значение если она будет равна там наша у нас первая строчка 1280 на 720 соответственно давайте по x мы возьмем да и будем вытаскивать здесь у нас куча бранчей будет для того чтобы определить необходимое полосы мы соединяем сюда если true мы соответственно resolution дейджер записываем значение первое у нас ноль второе у нас единица далее у нас идет двоечка троечка и четверочка пять значений да пять значений мы и ставили здесь необходимо то же самое указать на каждом на каждом здесь мы сейчас будем сверять значение по иксу далее у нас идет 1920 следующий у нас 2560 и третье 4к это 3840 главное потом проверить все значения все правильно ли записаны может быть я здесь записал правильно а там неправильно или так далее и все по сути у нас все готово единственное что когда мы будем запускать вот эта строчка давайте запустим settings видите да строчки у нас они не будут менять значение соответственно нам тоже надо настраивать выбираем выбираем какой-нибудь так где у нас разрешение вот этот текст да вот этот текст нажимаем bind create bind и соответственно мы здесь сейчас запишем необходимые параметры так как у нас здесь идет разрешение мы соответственно его кидаем сюда далее у нас break чтобы получить значение xy строчка у нас одна соответственно мы должны ее получается сделать как нам нужно стринг сделать и из него append вытащить добавить плюсик и потом уже сюда подключить потому что нас из стринга перевели как раз в текстовое значение здесь мы подключу подключаем сюда это подключаем сюда здесь напишем умножить либо x давайте лучше напишем и по сути все давайте проверим все разрешение уже автоматом стала и мы здесь уже как раз таки будем его настраивать и так каждую строчку надо будет в данном случае у нас далее идет текст вот это значение резолюшена до 100 моего тоже так же делаем так get текст я уже его настраивал давайте посмотрим да я его настроил слайдер резолюшен скейл get валью фур это у нас округление потому что у нас здесь float идет она у нас значение не не целое число так скажем дробные и соответственно фура нам дает даст как раз таки сокращение вот допустим написано с минус допустим 1,6 она у нас дает минус 2 или же 1 1,6 положительный дает единицу положительных то есть она сокращает но нам это в принципе достаточно и так каждую штук мы будем прописывать так чтобы записать вот эти все значения да нам необходимо по сути у всех одних одно и то же прописывание давайте это посмотрим на качество эффектов на последнем варианте а также делаем бинт create бинт вытаскиваем наше значение это у нас качество эффектов соответственно визуал эффект делаем switch он int так как у нас там четыре значения мы соответственно делаем здесь то есть от 0 до 4 соответственно мы делаем здесь от 0 до 4 рейтинг нот мы сейчас копируем и каждое значение подсоединяем сюда здесь вы можете написать какой вам необходимо допустим низкая средняя максимальная далее что у нас там идет эпическая там ультра какой-нибудь да при применить свои знания как говорится и там уже а как вам обозвать я уже советовать не буду и вот это все по сути вы делаете с каждым значением где у нас есть это джер строковое значение то есть точнее интеджер строковое значение так где у нас вислинг давайте посмотрим и здесь у нас тоже есть он чекит бинт про и бинт и соответственно мы здесь проверяем наш вислинг так пишем из из чеки то он у нас не примет же branch если branch мы делаем одно то есть если true мы делаем одно чекит если false мы делаем чекит все нормально и далее у нас частота кадров так это у нас да часто это кадров здесь мы тоже делаем бинт и подаем наше значение frame rate просто напрямую ну можете поставить максимум 3 соответственно больше 3 вы навряд ли где-то увидите frame rate ну и кстати можно сделать что в а нолик чтобы возле запятой у нас ничего не было запускаем и смотрим разрешение у нас стоит значение меняется далее он мы ставим эпическое до максимально средне низкая но и в верхней вы также вот как вот это можете заполнять принципе частота кадров у нас почему-то 0 и стояла внутри кстати вот когда 3 ставите впереди 0 появляется ну наверное неправильно когда у нас сохранится вот видели да там значение 30 было это принципе после первого сохранения вы увидите нормальное значение всегда будет то который вы поставили так но давайте поставим единицу здесь все нормально сейчас запустим так как у нас не было сохранения он у нас нолик пока показывает если что можно сразу поставить 30 или там 60 автомата и вот максимально 180 у нас больше не прибавляется меньше 30 не убавляется так и на этом все в общем до скорой встречи надеюсь максимально легко объяснил пока